4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против онкологических заболеваний, цель которого – повышение осведомленности о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации, привлечение внимания к его предотвращению, выявлению и лечению. И сегодня одесские врачи и функционеры от медицины делились с общественностью последними данными и достижениями в области борьбы с этим страшным заболеванием. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, около 40% раковых заболеваний можно предотвратить благодаря обычной профилактике и здоровому образу жизни. Но, к сожалению, в Одесском регионе есть своя печальная специфика по показателям онкозаболеваний. На сегодняшний день онкозаболеваемость в Одесском регионе растет как и по всей Украине, как и во всем мире. По некоторым локализациям мы занимаем ведущие места в Украине, это как рак молочной железы, как рак кожи. Рак молочной железы является многофакторным заболеванием. И это наряду с повышенной инсуляцией, так как мы южный город, это и экологические факторы, которые нельзя исключить. Медики утверждают, что в Украине за последние 10 лет онкозаболеваемость выросла на 8% и в абсолютных цифрах составляет около 170 тысяч человек в год. Или 370 человек на 100 тысяч населения. В европейских государствах этот показатель выше, но умирают там от рака меньше. В западных странах смертность на треть меньше. Ранняя диагностика и профилактика в странах Западной Европы намного лучше, чем у нас. И роль пациенток с первой, то есть с начальными стадиями заболеваний, больных с предонкопатологией, которая не является значительно выше, чем у нас. И в этом основная проблема. То есть в настоящее время надо говорить о том, что остальные средства, возможности здравоохранения в первую очередь должны быть вложены в профилактику. Очень нас тревожит то, что на сегодняшний день выявляется большое количество рака кожи. Очень тревожит нас то, что на сегодняшний день выявляется очень большое количество рака молочной железы. Это те формы, которые могли бы быть установлены при своевременном посещении врача, при его внимательном осмотре, при правильной формулировке жалоб. Однако главные причины возникновения рака кроются не только в здравоохранении, но и во многом зависят от экологических, социальных и экономических факторов. А бороться с раком нужно прежде всего самому человеку. Вовремя проходить обследование, отказаться от вредных привычек, правильно питаться, заниматься спортом. Своевременное обследование значительно повысит шансы на излечение. Определяется первая стадия, то показатель выживаемости 90-95%. Во второй стадии это до 80%. И третья стадия уже сразу на порядок меньше 25-30%. Ну и четвертая стадия это считается уже практически на 100% люди привлечены к смерти. В настоящее время онкология, особенно выявленная на ранних стадиях, не является приговором. Более того, женщине удается сохранить детородную функцию, сохранить здоровье, уйти от инвалидности. К тому же многие ранее фатальные виды рака сейчас успешно лечатся и предотвращаются вакцинацией. Но не устанем повторять, лучше заботиться заботой о своем здоровье заранее. Анатолий Косин, Вячеслав Лаштаба, телекомпания «Круг». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова